Жестоко и бесчеловечно в Кличеве прошла церемония перезахоронения павших от рук немецких фашистов. Сейчас мы живем под мирным небом. Как почтили память усопших? Начеком на дорогах усложняется обстановка из-за непогоды, что рекомендует ГАИ. Инвалидные коляски и ходунки. В ТЦСОН Первомайского района организован пункт проката технических средств социальной реабилитации. По адресу 50 лет в УКСМ-19 кабинет номер 5. Какие нужны документы? А также инвестиции в деле, региональный потенциал и запасы на зиму. Беларусь активно формирует стаб-фонды, что исследуют ученые. Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Память на векам. Дело о геноциде белорусского народа продолжает свой путь. В деревне Усакино под Кличевом обнаружена неофициальная могила погибших во времена Великой Отечественной. Обо всем по порядку. Никита Александров. Во времена Великой Отечественной в 1942-м войска нацистской Германии дали ход операции «Адлер». Антипартизанские действия фашистов забрали миллионы невинных жизней. В Могилевской области уничтожено под 2000 поселений. Почти 120 лагерей с бесчеловечными условиями расположились на нашей земле. И имя этому – геноцид. Наша общая задача и обязанность нынешних поколений белорусов – это сохранить не только историческую память о тех событиях, но и не допустить искажения исторической правды о преступлениях нацистов, об тех, кто это совершал, о предателях, коллаборационистах и нацистских преступлениях. В апреле 2021 генпрокуратура возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа. По всей стране начали активно работать поисковые отряды и бригады. Цель одна – найти пропавших без вести. В ходе очередного расследования раскопано одно из захоронений. В деревне Усакина 81 год назад жертвами стали две семьи – Тамашовых и Зайцевых. Предположительно 17 человек, включая детей, были бездушно застрелены и брошены. В 2023 году, в июле, были проведены раскопки и эксгумации останков. Раскопки проводили военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона. Были подняты останки костные с пробитыми черепами, что самое страшное. Были найдены останки и личные вещи какие-то, были найдены гильзы немецкие, патроны. Место нашли по наводке местных жителей. Останки погибших перезахоронили. Церемонию посетили представители госучреждений, учащиеся школ, педагоги, трудовые коллективы. Кличевский район в годы Великой Отечественной стал одним из самых крупных в Беларуси центров партизанского движения. В честь народных мстителей в Усакина установлен мемориальный комплекс. А посреди болот острова Веремеевка – памятник бойцам дислоцировавшегося здесь легендарного отряда «Славный». Мы будем хранить память наших родных и близких, которые воевали на войне. Данное мероприятие, оно несет такой немного тяжкий груз. Оно не заставляет забывать о прошлом, заставляет гордиться прошлым. То, что благодаря нашим прадедам, прабабушкам, сейчас мы живем под мирным небом. Благодаря работе сотрудников прокуратуры, археологов, поисковых отрядов, дело о геноциде белорусского народа успешно реализуется. За два года специалистами допрошено без малого 20 тысяч потерпевших и свидетелей. Проведено почти 500 осмотров предполагаемых мест захоронения и 40 раскопок. И все, как одна история, поражают жестокостью и бесчеловечностью. Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Время обезопасить себя. На дорогах усложняется обстановка из-за непогоды. Утром на проезжей части опасность создают атмосферные осадки и туман. В условиях плохой видимости водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, торможений, двигаться с включенным ближним светом фар и противотуманными огнями. Не менее внимательными должны быть и пешеходы. Важно обозначить себя флейкером и переходить дорогу только в установленных местах. С 23 по 27 октября в области проходит неделя детской безопасности. Сотрудники госавтоинспекции посещают школы и напоминают несовершеннолетним ОПТД. ГАИ призывает родителей контролировать досуг своих чад и ежедневно объяснять, как правильно вести себя на дороге. За 9 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал Беларуси выросли до 24 млрд рублей. Показатель увеличился на 12% в сравнении с таким же периодом 2022-го. Значительная часть расходов идет на строительно-монтажные работы. Треть затрат вложена в приобретение оборудования и транспорта. Также поднялся объем реинвестирования. В республике стартовала Белорусская неделя предпринимательства. Ее цель – объединение делового сообщества. Запланировано провести круглые столы, обсудить вопросы импортозамещения и изменения в налоговый кодекс. Участие примут сотрудники госорганов, представители сфер науки, образования, молодежных организаций, а также те, кто планирует открыть собственный бизнес. Упор будет сделан на раскрытие возможностей регионов. За 2023 в Беларуси 9 человек заразились опасным инфекционным заболеванием толеремии. Годом ранее зафиксировано 14 таких случаев. Возбудители – более 100 видов диких животных, а также некоторые домашние. Болезнь может привести к серьезным осложнениям, таким как менингит, энцефалит, пневмония. Симптомы – лихорадка, общая интоксикация, воспаление лимфатических узлов. Снова заторы. Около 2000 грузовых машин ожидают разрешения на въезд в Евросоюз. Очереди образовались перед всеми европейскими пунктами. На самом загруженном литовском маршруте с пятницы оформили только 18% грузовиков. В латвийском погранпереходе норма по пропуску выполнена на 53, в польском – чуть больше 56. Беларусь активно формирует стоп-фонды на зимний период. Пополняются и селекционные хранилища. В межсезонье планируется изучить около 500 образцов яблок и 400 груш. Ученые будут исследовать продолжительность хранения, качество урожая, окрас и размер. Такие испытания продолжатся до конца весны 2024. Разговор о важном совместно с идеологическим отделом и по делам молодежи Бобруйского гурсполкома в Центре Покрова прошел форум о семейных ценностях. На встрече речь шла о духовно-нравственном подходе в отношении детей, а также о различиях материнского и отцовского воспитания. Вместе с участниками спикеры в игровой форме рассуждали, какие качества и навыки больше развивает и прививает каждый из родителей. В процессе общения каждый смог получить ответы на свои вопросы. Обменяться опытом вообще это очень круто, потому что мы вообще очень разные все и нам есть друг у друга чему поучиться, поэтому это классно. Такие форматы, как форумы, открытые диалоги, площадки для общения для молодежи очень важны, потому что когда они вступают в диалог, мы получаем обратную связь, мы видим, что это необходимо им разговаривать с ними о семье, о ценностях. Они высказывают свое мнение, и при всем при этом мы понимаем, что это важно для них. Центр Покрова – это не просто поддержка семьи, материнства и детства. Это мост между обществом и церковью. Социально-просветительскому учреждению уже 11 лет. За это время специалисты спасли более 820 младенцев. Здесь всегда готовы прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Рука помощи в ТЦСОН Первомайского района организован пункт проката технических средств социальной реабилитации. Инвалидные коляски и ходунки предоставляются бесплатно на временное пользование. При этом для заключения договора необходимо предоставить заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также дать согласие на обработку специальных персональных данных и предоставить удостоверение инвалида. Для этого необходимо гражданину с индивидуальной программой либо с заключением комиссии ВКК обратиться по адресу 50 лет в УКСМ-19, кабинет номер 5. Дополнительную информацию можно получить также по телефону 72-73-77 либо на сайте Первомайской администрации в разделе «Социальная защита». Дорожный ориентир. В Бобровске наносят разметку на асфальт и устанавливают дополнительные элементы. В 2023-м в городе планируется отремонтировать 157 тысяч квадратных метров уличной дорожной сети. Новое асфальтное покрытие подразумевает нанесение разметки, а также дополнительных дорожных элементов. Дорога вдоль больницы имени Марзона уже красуется свежей разметкой и дополнениями. После завершения ремонта на улице Пролетарской ГАИ изменила организацию дорожного движения на участке от улицы Октябрьской до улицы Пионерской. Скорость движения транспортных средств на данном участке ограничена до 30 км в час. Увеличено количество парковочных мест. Перед пешеходными переходами установлены ограничивающие движения столбики для обеспечения видимости пешеходов, переходящих дорогу. Такие элементы монтируются прямо в асфальт. Вместе с ними наносят зебру для обозначения, где парковаться нельзя. Кроме того, в городе появились зеркала, которые установили на опасных перекрестках. Такие уже есть на Октябрьской, Социалистической, Горьково. Впереди установка минимум 10 помощников безопасного движения. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!